Он в самом настоящем смысле великий мастер. Эта выставка свидетельствует того, что наше искусство действительно замечательно. 19 ноября в Государственном Центральном Музее Музыкальной Культуры имени Михаила Ивановича Глинки состоялось открытие выставки произведений выдающегося художника, сценографа, графика, живописца, дизайнера Бориса Асафовича Миссерера. В экспозицию вошли произведения из мастерской автора и фондов Государственного Центрального Музея Музыкальной Культуры имени Глинки. В коллекции музея за многие десятилетия собрано около сотни его работ. Среди них эскизы декораций и костюмов балета Клоп на музыку Шостаковича. Эта совместная работа Бориса Миссерера и Леонида Якобсона представляет собой авангардный спектакль 80-х годов. Лаконичный сюжет, яркая музыка Шостаковича, замечательная. И Леонид Великимович был вообще большой авангардист. Он применял пантомиму, он отрицал вытянутость подъема балетного, он ставил там ногу, держали пяткой вперед и танцевали по-разному. В общем, он сближал такой лубок танцевальный с классической хореографией. У него было все возможно, все было возможно в его спектакле. Он говорил, почему не может танцевать Эйзенхауэр и Хрущев на сцене? Могу, если нужно. Это как лубочная тема, в лубке все возможно. Это была интересная работа, вот два приема она делалась. Я сделал очень тщательные эскизы в технике афорта, как раз такой с ручной работой, с запечаткой. О мастерском владении разнообразными художественными приемами, о многогранности творчества и о самой личности Бориса Асафовича высказали собравшиеся в этот день крупные художники, режиссеры и писатели. Это отец московской инсталляции. Он первый абстракционист второго русского авангарда. В афортах ему нет равных. Я очень люблю его искусство. И в частности, вся его абстрактная живопись, скажем так, то есть беспредметная, она очень высокого качества. В этом направлении очень легко делать вещи безответственные, как известно, и как бы не содержательные. А вот меня всегда поражают его работы, которые складываются в какие-то драматические, иногда лирические какие-то циклы и производят очень большое впечатление. Выставку, ставшую поистине одним из важных событий в культурной жизни Москвы, посетил министр культуры Российской Федерации Александр Алексеевич Авдеев. Также в рамках выставки прошло выездное расширенное заседание Президиума Российской Академии Художеств. Заседание совместно провели директор Государственного Центрального музея музыкальной культуры Михаил Аркадьевич Брызгалов и президент Академии Художеств Зураб Константинович Церетели. Я хочу факт описать, знаете, как Борис любился и полюбил белого, невозможно узнать. Так чудным художником стал. Белое, да? Я поздравляю вас. Еще многие в этот день поздравляли и выражали свое восхищение в выдающейся паре. Говорили о большом влиянии Беллы Ахатова на ее поэзии и на творчество Бориса Мессерера. Я знаю истину простую, любить, вот верный путь к тому, чтобы человечество вплотную приблизить к сердцу и уму. Всегда быть не хитрее, чем дети, не злее, чем дерево в саду, благословляя жизнь на свете, заботливее, чем жизнь свою. Всех благодарю и всем не искупаю. Во-первых, я очень рад, что Борис Асапыч здесь представлен и как персональный художник двух великих королев. Да, портреты Бресецкой я с радостью пишу. Как правило, поскольку все дамы очень нетерпеливые, не любят позировать подолгу, то я рисую быстро. Это занимает полтора часа, такой портрет примерно. Акварель, она делается, пока она мокрая, пока она существует, потому что она с трудом терпит добавочное рисование. Так что это экспромты такие, они могут выйти, могут не выйти. Определенный риск с этим связан. Большая самоотдача художника, он рисует такой портрет. Вот когда-то у Тернера будто бы спросили, что там, сколько стоит его работа в акварели. Он назвал «Большую сумму». Он говорит, почему так? Он же за короткое время нарисован. И он ответил, что на это ушла вся жизнь и еще два часа. Борис Асафович – художник-постановщик свыше 150 театральных спектаклей. Он выступал с авторствием с Хефремовым, Захаром, Эфросом, Покровским, Алонсо и другими выдающимися постановщиками. Он каждому спектаклю находит свой особый художественный ключ. Как вот этой эпохальной работе Кармен Суита. Вот эта работа, она в свое время колыхнула всю театральную общественность. Балет Кармен Суита, знаменитый балет, мы делали его с Майей Плесецкой, с Алонсо и с Щедриным. Это была инициатива целиком Плесецкой. Плесецкой понравилось, что делает Алонсо на сцене. И она спросила его, согласен ли он сделать Кармен в Москве. Он сказал одно слово – да. Дело в том, что в этот сюжет вложен большой смысл. Здесь я придумал либретто вместе с Алонсо. Здесь такой дуализм, что народ, не просто народ, он одновременно судьи. Бык не просто бык, он и рок одновременно. Арена – это не просто арена, но это арена жизни и смерти, так сказать, вообще. Не просто арена боя быков, арена жизни и смерти в широком смысле слова. Мне кажется, что вот такое потрясающее сочетание великой фантазии, изобретательности с огромным мастерством – это то самое качество, которое делает художника близким и для профессионалов, и для всех остальных людей, для которых мы трудимся. Браво, великие мастерцы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин